В продолжении выпуска информации от нашего медиахолдинга Панорама ТВ. С каждым годом браков становится все больше, растет и количество разводов. По данным Росстата, за 2021 год было зарегистрировано 41 675 браков и 44 640 разводов. Основные причины расторжения отношений – измены и финансовая несостоятельность. Но это общероссийские цифры. А вот в Тверской области ситуация прямо противоположная. В Верхневолжье в минувшем году развелись всего 5458 пар, а поженились ни много ни мало 7227 пар. Это, к слову, на 800 пар больше, чем в 2020-м. Тенденция заключать официальный брак набирает обороты. Цифры статистики брачующихся превышают прошлогодние показатели. Сколько пар ждет очереди, почему создавать официально семью стало модно и как подать заявление на вступление в брак побыстрее, расскажем в следующем сюжете. Такого свадебного бума давно не видела Верхневолжье. Только за первые полгода в Тверской области зарегистрировали официально свои отношения более 3000 пар. Как рассказали работники областного дворца бракосочетания, расписаться именно в новом учреждении стремятся пары из всех муниципалитетов. Есть заявления даже из соседних регионов. На летний сезон у нас подано, если мы считаем, с июня по август 1313 заявлений. За июнь месяц у нас зарегистрировано уже 388 пар. Это сделано дворцом бракосочетания. После открытия дворца это огромная популярность у молодоженов. Естественно, всем хочется заключить брак в качественно новых красивых условиях. В Твери сейчас браки регистрируют лишь областной дворец бракосочетания. Он был открыт в сентябре 2021 года в здании бывшего автовокзала. Церемония может быть торжественная, а может быть не торжественная. Заявление подается у нас за месяц до регистрации заключения брака и не позднее. Регистрация производится не позднее 12 месяцев с даты подачи заявлений. Например, у нас в день, это сейчас на летний период, порядка 22-25 пар. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуги. Если там нет окон, то нужно прийти и подать заявление лично. А вообще бронь на лето начинается за несколько месяцев. Начиная с октября и до марта, конечно, желающих связать себя узами брака меньше. А май и вовсе не востребован. Видимо, работает примета о том, что жениться в мае, значит мается всю жизнь. Впрочем, желание молодоженов расписаться летом объяснимо. Больше возможностей ярко отпраздновать этот день. Мы поинтересовались у жителей Твери, поддерживают ли они официальный брак и готовы ли тратиться на торжество. Ну, все же официально. Я поддерживаюсь таких стандартов. Торжество должно быть? Я бы не хотела, чтобы было много людей. Для меня бы... Главное, чтобы близкие были рядом. Расписаться, как-то сделать все по-человечески и достаточно. Если есть возможность, почему нет? Мы просто расписались. Пошли, расписались, отметили всей семьей и все. Да, у нас было торжество. Было, конечно, на море, не такое платье пышное. Было морской стиль. Все украсили нам беседку, шампанское. И там было фото. Свадьба – дорогое удовольствие в наше время. И все-таки молодые люди рапортуют за традиционные семейные ценности. Общую фамилию супругов и, конечно же, официальный брак. Торжество пышно или скромно, но отмечать надо, уверены тверичане. Кстати, средний чек свадьбы в этом году в среднем 200 тысяч. Но, конечно же, не на одних деньгах строится брак, а на чем-то более высоком и явно нематериальном, уверен митрополит Тверской-Кашинский Амбросий. Конечно, на доверии друг другу. Доверии, которые выстраиваются из любви. Я об этом говорю не от себя, а именно наблюдая за теми семьями, особенно многотетными семьями своих молодых священнослужителей и делая из их отношений, из их жизни вот такого рода выводы. Видимо, молодожены все же стали чаще доверять друг другу, ведь число разводов уменьшилось. На 76 семей за 4 месяца распалось меньше, чем годом ранее. Всего браки расторгли в этом году 1676 пар. Принесет ли этот год семейное счастье молодоженам, покажет статистика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова